В последние недели все только и говорят о украинском контрнаступлении, каким оно будет, каким оно не будет, что происходит вокруг него с западными поставками, готова ли российская оборона. Я поговорил с Михаилом Подоляком, советником Офиса президента Украины Владимира Зеленского, с которым мы как раз обсудили всевозможные параметры, ожидания, как это все может выглядеть, как это выглядеть не может, что делает Китай в нынешних обстоятельствах, рассматривается ли угроза применения ядерного оружия после анонсирования Путина, размещения этого ядерного оружия в Беларуси и, конечно, собственно, убийство Владлена Татарского в Петербурге, как оно вообще на все влияет, может ли за этим стоять Украина и какие у кого резонные мотивы. Обо всем этом мы поговорили с ним вот прямо в этом видео, ставьте лайки, пишите комментарии, ваши вопросы к Михаилу, мы обязательно с ним будем, я надеюсь, говорить еще и интересные вопросы, которые вы напишите, я вполне могу ему задать. Подписывайтесь на канал и поддерживайте этот канал на Патреоне, ссылка на него будет в описании и, кстати, сегодня же будет стрим для патронов, поэтому, если что, милости прошу. Ну а вот наш разговор с Михаилом подалеком. Михаил, здравствуйте, спасибо, что снова нашли время. Понятно, что главная, наверное, такая обсуждаемая, причем со всех сторон темы, с украинской стороны, с российской стороны, с американской стороны, вообще со всех сторон тема, это история, связанная с контрнаступлением, о том, когда оно будет, как оно будет и прочее, прочее, прочее. Понятно, традиционно не буду у вас выпытывать подробности, честно скажу, думаю, что и вряд ли вы знаете всех подробностей, потому что это такая, наверняка, довольно закрытая информация. Однако вот сейчас, на момент апреля, на ваш взгляд, что есть, скажем так, из плюсов и из того, что, я не знаю, условно говоря, готово в политическо-военном отношении, и какие есть опасности и риски, на ваш взгляд, вот, там, не знаю, западного вооружения, его недостаток и все остальное, то есть как вы на данный момент оцениваете перспективы и возможности, которые есть у Украины? Ну, здравствуйте. Безусловно, оценивать оперативно-тактические задумки мы не будем, то есть сценарные планы, которые разрабатываются в качестве возможных вариантов контрнаступательных действий к Генеральным штабам, мы, конечно, точно не будем в прямом эфире, и, в принципе, мне кажется, что это странно было бы. Мне очень нравится, что многие слова «контрнаступление» постоянно произносят, но тем не менее. Что касается подготовительной части, безусловно, есть ещё определённая потребность в ресурсе, ну, имеется в виду в тех или иных видах вооружения, конечно, его ещё на данный момент не накоплено достаточно, потому что для контрнаступательных действий ресурс должен быть гораздо более объёмный, чем даже для ведения оборонительных действий, то есть имеются, прежде всего, снаряды и ракеты, и, соответственно, бронетехника. То есть процесс идёт, процесс идёт достаточно интенсивно. Есть что, что очень позитивно, это готовность наших партнёров, и они об этом прямо заявляют, предоставить Украине всю необходимую ресурсную помощь в полном объёме. То есть, соответственно, это и есть. То есть политическая воля у наших партнёров есть. Второе очень важное понимание, которое, опять же, есть и у нас, и у партнёров, что без, собственно, эффективных военных действий на поле боя, то есть какие-то существенные подвижки в этой войне невозможны. То есть, грубо говоря, действительно вот этого аспекта, о котором периодически кто-то говорит о переговорных аспектах, о дипломатических аспектах, их на сегодняшний день не существует, потому что Россия должна потерпеть определённые тактические поражения, для того чтобы можно было бы говорить о правильном ходе этой войны. Вот понимание на всех уровнях этого тоже есть. А это воля. Это воля, которая определяет и скорость помощи, и консолидацию помощи, и создание вот этих очень... Третья составляющая — это создание вот этих, скажем так, по сути, неформальных агентств по закупке, например, техники или по закупке снарядов для Украины, то есть чтобы это всё было консолидировано в одном месте, чтобы не было там в одном поговорили, в другом поговорили, в третьем. То есть, грубо говоря, всё это централизовано. Это тоже хорошо. Что ещё хорошо? Мы видим истощение российское, ну, имеется в виду с точки зрения, опять же, ресурсной подвозки, того, что Россия логистически должна была бы обеспечить для проведения тех или иных оборонительных мероприятий. Мы видим истощение и потенциала наступательного у России, ну, то есть потому что всё, что сейчас происходит на Донецком направлении, прежде всего на Бахмутском направлении, очевидно, что оно идёт совершенно не по сценарному плану, который готовился в Генеральном штабе Минобороны Российской Федерации. Вот это всё позитивное. Из негативного, я бы не сказал, что это негативное, это, опять же, скорость насыщения ресурсом. Да, хотелось бы ещё быстрее, но, тем не менее, сейчас это достаточно быстро. Скажите, пожалуйста, много разговоров про ожидания, потому что одни считают, что чуть ли не это контрнаступление закончит войну, и там украинские войска дойдут и до Крыма, и освободят его, и прочее, прочее. С другой стороны, часть даже украинских спикеров призывает не завышать ожидания слишком сильно. Вы к какой категории людей относитесь в этом отношении? Я к максимально прагматичной категории населения отношусь. Искажу из оценки ресурсных возможностей сторон, исскажу из той диспозиции, которую занимают и в психологическом плане, в том числе и стороны. Опять же, и действительно, вы абсолютно правы, завышенные ожидания не нужны, потому что это вход в финальную фазу, это не финальная фаза войны, а вход в финальную фазу войны. Действительно, качество наступательных действий Украины будут определять последующие события в этой войне. Это не говорит, что вполне возможно обрушение российской оборонной линии в полном объёме, потому что мы видим неготовность России к серьёзным сражениям. Мы видели это и на Харьковском направлении, мы видели это и на Херсонском направлении, и видим те перемещения в руководстве российскими вооружёнными группировками на разных направлениях, которые говорят о непонимании, как нужно обороняться или как нужно вести те или иные наступательные действия, и о конфликтности, нарастающей конфликтности в военно-политическом руководстве России. Мы всё это понимаем, но опять же, вы абсолютно правы, не надо завышать стоимость этого контрнаступления и в то же время не надо занижать её, потому что это контрнаступление, его нужно тщательно попланировать, тщательно подготовить. Безусловно, нужно меньше говорить о сценарных планах, несомненно, о политической важности этого можно говорить, но о сценарных планах говорить не нужно, потому что это будет определять последующие события. Ну то есть, как эта война будет финализироваться, какой объём ресурса будет у России и у Украины на финальном этапе, и, соответственно, какие итоговые акценты в этой войне будут поставлены. И здесь мы переходим к теме, которую вы затронули, к России. На ваш взгляд, насколько они сделали, не сделали выводы из своих предыдущих поражений, потому что, ну, мы видим сейчас, по крайней мере, сообщается о некоторой подготовке, в том числе оборонительных рубежей и в Крыму, и, собственно, на других оккупированных территориях, чего мы там не видели, например, в Харьковской области до момента украинского наступления, когда, собственно, Украина освободила свои территории. Как вам кажется, насколько серьёзно российское командование воспринимает риски и угрозы, и насколько они смогли извлечь, собственно, уроки из своих предыдущих поражений? Несомненно, коррективы в поведенческие форматы внесены, несомненно, выводы определённые сделаны. Несомненно, Россия иначе смотрит на возможности украинской армии. Это несомненно всё. И, несомненно, определённые, скажем так, логистические действия проводятся. Ну, имеется в виду, вы правильно говорите, и линии обороны формируются, и фортификационные сооружения строятся. Тем не менее, руководство российской армии не изменилось. То есть его качество осталось прежним, ну, с точки зрения скорости и правильности принятия тех или иных решений. Изменилось, кстати, снабжение российской армии. Логистика существенно ухудшилась. Это не значит, что ухудшилось количество привезённых мобилизованных, да, ну, то есть количество не ухудшилось, вернее, не уменьшилось, а вот качество логистического снабжения, оно ухудшается. Тем более, логистическое обеспечение российской группировки находится под постоянным давлением украинских вооружённых сил. Ну, то есть, грубо говоря, и беспилотники работают, и работают другие технологии по уменьшению вот этой, скажем так, возможности России поставлять из того же Крыма, например, по всей линии фронта, дополнительный резерв или дополнительный ресурс. То есть выводы, конечно же, несомненно сделаны. Какая-то фортификация строится, но всё-таки не забываем, что это делают те же генералы, которые делали в начале, это делают те же политические элиты, которые делали в начале. Они по-прежнему неадекватно воспринимают силу и мощь российской армии, силу и мощь российского ПК. Они по-прежнему делают ставку на вот эти, знаете, фанфаронские заявления. Мы тут резко нарастили производство чего-то, мы тут резко увеличили ассортимент производимой продукции военной. Я имею в виду, вы видите, постоянно кто-то ездит, то Шойгу, то Медведев, ездят по военным заводам и говорят, что вот буквально у нас тут уже всё завалено оружием и так далее. То есть всё-таки, на мой взгляд, Россия продолжает делать ставку на пропагандистский компонент, пытаясь внушить и себе в том числе, что у них достаточно много ресурса, современного ресурса для отражения эффективного контрнаступления Украины. Но тут есть вторая составляющая. Почему, собственно, нужно тщательно подготовить те или иные контрнаступательные действия Украины, накопить определённый ресурс, идти с оптимальным объёмом этого ресурса вперёд, потому что, ещё раз повторяю, для минимизации потерь и для эффектизации продвижения вперёд, с учётом вот этих внесений и изменений по сравнению с летом, осенью прошлого года, конечно же, требует более тщательной подготовки. И, конечно, Украина прекрасно это понимает, я имею в виду генеральный штаб Украины, прекрасно понимает, что сегодняшняя Россия с точки зрения ощущения личной небезопасности гораздо в другом состоянии находится, чем это было полгода назад, ну или там чуть дольше. Ну, давайте тогда про ощущение безопасности или его отсутствие. Собственно, громкая была история с взрывом в центре Петербурга, где, значит, был убит военкор, который представляется как Владлен Татарский, на его, соответственно, вот этой вот фашистской сходке. Ну, спрашивать, имеет ли к этому отношение Украина, традиционно не буду, так как вопрос этот не имеет возможности быть отвеченным. Но спрошу вас две вещи. Первое, вообще, есть ли у вас объяснение, почему такое происходит глобальное? А второе, на ваш взгляд, могут ли такие вещи еще происходить? Стоит ли переживать остальным пропагандистам, генералам и, значит, другим лицам, имеющим отношение к этому вторжению? Смотрите, мы, Украина имеется в виду, мы прекрасно понимаем, что эта война будет исследована в послевоенное время со всех сторон. И для репутации Украины нет ни одного резона проводить те или иные террористические акты на территории России. Еще раз подчеркиваю, это все будет в послевоенное время расследовано, и мы не получаем никаких дивидендов от этих акций. То есть и по Дугиной, и по Фомину, безусловно, мы не получаем никаких преимуществ, они не решают для нас ни одной, ни тактической, ни тем более стратегической задачи. Мы никак не влияем на общественные мнения в правильном смысле Российской Федерации, мы их не изменяем и так далее. Ну как же, подождите, давайте попробуем поапонировать. Опасения у людей увеличиваются, вероятность того, что люди будут сходить на эти фашистские сходы уменьшается, категоричность и людоедскость вот этих вот всех военкоров как будто бы снижается, потому что вот два таких ярких, как Мангушев и как Фомин, которые рассказывали, как они будут всех убивать, грабить и насиловать, значит, как-то довольно оперативно прекратили это делать в связи с физиологическими изменившимися обстоятельствами их жизни, точнее ее отсутствие, и вот как-то уже не рвутся оттопить украинских детей, значит, в различных речках, по крайней мере, об этом публично говорить. Ну, то есть, какие-никакие, но, так сказать, все-таки есть изменения общественные. Чуть-чуть-чуть шире давайте смотреть на вещь. Это не меняет диспозицию на линии фронта. То есть у нас война интенсивная, она будет продолжаться, и она кровавая, максимально кровавая, масштабная и интенсивная. То есть, грубо говоря, уничтожение того или иного субъекта, который влияет на узкую аудиторию, не меняет общую тональность российской пропаганды, крайне человеконенавистнической, которая все равно на других площадках, там целый ряд людей, кроме этих людей еще десятки других, которые точно так же продолжают продуцировать большой объем ненависти. И, соответственно, они просто получат, вы видели списки, получат там дополнительную государственную охрану, наверное, ну и продолжат делать то, что делают. И я сомневаюсь, что как бы изменение в риторике будет чувствительным, заметным, или какое-то влияние будет оказывать на собственно общественное строение в России. Давайте по-другому смотреть. То есть еще раз почерплю, для Украины есть два фактора, которые ограничивают нас даже в том, чтобы подумать о совершении тех или иных терактов. Мы воюем на фронте. У нас большая линия фронта. Собственно, у нас нет борьбы партизанского типа, я имею в виду, у нас есть обычное армейское прямое фронтовое боестолкновение. И, соответственно, во все решается на войне для Украины. Это первое. И второе, информационно, еще раз подчеркиваю, не будет в этой войне тайных мест. Мы с вами после войны сможем все это детально, подробно обсуждать. И вы увидите, что для Украины было бессмысленно заходить вот в такие технологические задачи и в их решении. Дальше. Ну и кроме этого, посмотрите на последующие объяснения по поводу подрывов в Санкт-Петербурге. Заявлено, что вот эта девушка Трепова получила статуэтку. Взамен ей обещали, вы только вдумайтесь, на минуту. Ей обещали не место, например, главы Укрнафта или чего-то другого, или какой-то там объемный золотой парашют в Украине. Ей обещали, якобы, место редактора украинского медиа. Вы понимаете абсурдность этого? И человек, который так или иначе близок к нацболам или близок у нее в социальных сетях, проанализируйте ее социальные сети с точки зрения любимых авторов, поэтов и к кому, к каким политическим группам она имела отношение. Безусловно, человек, который поддерживает и читает постоянно Летова, допустим, или Мамлеева, или еще кого-то, безусловно, редактором украинского медиа, но это как бы звучит очень странно. И потом последовавшее объяснение, что к этому причастны, движения, тут же ФБК Навального и так далее, это говорит о других вещах. Вы знаете, для России, я имею в виду для политического руководства, сейчас очень важно продолжать доминировать в информационном пространстве через технологию прямого запугивания, через технологию страха. И, соответственно, через постоянное подбрасывание понимания, кто является внутренним врагом. Ну, то есть, грубо говоря, мобилизовать вот эти псевдопатриотические, объемные, масштабировать эти псевдопатриотические настроения можно через подобный теракт, то есть, ты как бы масштабируешь агрессию, направленную, еще раз подчеркиваю, на внутренний рынок против внутреннего врага, который не позволяет, грубо говоря, консолидировать типа страну в священной войне. Это достаточно примитивная технология, которую очень часто применяют примитивные отделы специальных служб, которые хотят держать в страхе и под контролем внутреннее пространство, сталкивая в внутреннем пространстве, например, ультрапатриотов с теми же остатками, еще раз подчеркиваю, остатками несистемной оппозиции. То есть, это обычная технология контроля над внутренним пространством, которая будет все время, как вы правильно говорите, здесь второе, это безусловно, такие эксцессы будут еще, и безусловно, они будут направлены именно на сторонников патриотических электоральных групп. Ну, то есть, почему? Потому что это как раз мобилизует, основательно мобилизует вот эту маргинализованную часть, которая поддерживает, истерически поддерживает, собственно, нынешнюю российскую политическую элиту. Это внутренняя история, к Украине точно не имеет отношения, но вы правы, эскалация по мере, если допускаем, что война развивается в полном объеме в рамках сценарных проработок Украины, то, безусловно, на внутреннем рынке России, на политическом рынке вот такие эксцессы будут нарастать, но это будут попытки, собственно, российской части специальных служб, контролировать свое пространство. То есть, правильно ли я понимаю, что вы предполагаете, что это вот такое действие со стороны условного ФСБ для наращивания какой-то консолидации и, соответственно, ненависти в сторону Украины? Абсолютно. Абсолютно, потому что, мне кажется, в России сейчас, безусловно, прямого дискурса нет, прямой дискуссии о том, что мы делаем в Украине, почему война развивается трехдневная в 14 месяцев, как она выглядит, почему мы проигрываем, почему столько смертей, там двухсотых, трехсотых в таком количестве и так далее. Этой дискуссии в публичном пространстве, конечно же, нет. Ну, то есть, я имею в виду в широком плане, да, то есть, соответственно, но тем не менее, подсознательно вопросы-то возникают. Вот, например, съемка того же кладбища, на котором Пригожин говорит, что это кладбище ЧВК, допустим, которое постоянно разрастается, и во многих регионах эти кладбища постоянно разрастаются и так далее, у людей возникают резонные вопросы. И эти вопросы неосознанно, а они эрозируют вот это ощущение сплоченности в России, до патриотической аудитории, что мы сражаемся против всего мира, мы сражаемся эффективно и так далее. Для того, чтобы вот эту сплоченность удерживать, надо либо давать правильное объяснение войне, а вы прекрасно понимаете, что это надо менять тогда всю пропагандистскую как бы команду, потому что они могут говорить заведомо фейковые вещи, исходя из того, что никто не будет проверять, ну, факт-чекинг, проводить того, что они говорят. Либо надо, условно говоря, держать, наращивать объем страха, в котором ты держишь аудиторию. Ну, вот, соответственно, по второму пути, это, конечно, простой примитивный путь, по второму пути все и пошли. Когда мы говорим об эскалации, многие, в том числе на Западе, подразумевают ядерную эскалацию, возможность ядерной эскалации. Вот впервые за больше, чем год, мы увидели, ну, не то чтобы действия, да, это все еще слова, но слова, которые предполагают некоторые действия, а именно размещения ядерного вооружения в Беларуси. Как вы на это смотрите и как вы это воспринимаете? С одной стороны, с иронией, ну, потому что, когда ты в течение года все там грозился, грозился, и в итоге, действительно, у тебя остался единственный аргумент, это ядерное оружие. Мы не забываем, что тема перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь возникла после крайне неудачного для Путина визита Си Дзиньпиня в Москву. То есть он не получил ту общественную, ну, скажем так, вернее, публичную часть поддержки от Китайской Народной Республики, на которую рассчитывал. И, соответственно, практически сразу он вышел и сказал, смотрите, ну тогда раз так, раз мы тут против всех, ну тогда мы будем что-то делать с ядерным оружием. И ироничность, оно у меня вызывает, потому что это нелепо. Вы же прекрасно понимаете, имея носители с дальностью 3,5-6 тысяч километров, ты можешь с любого места Российской Федерации использовать тактическое ядерное оружие на любое расстояние, размещать его ближе к западным границам. Это, ну, просто исключительно пропагандистский фактор. И даже вот эта отговорка, что якобы если из территории Беларуси будет использоваться, то это будет зачтено на юрисдикцию Беларусь. Это тоже не так. Мы прекрасно понимаем, что юрисдикция Российской Федерации и тому подобное. И второй аспект это ирония. Ирония абсолютно уместна здесь, потому что такое точное непопадание в повестку характерно для сегодняшней России, потому что это панические какие-то решения. То есть они очевидно свидетельствуют о том, что планирования внятного нету, анализа внятного нету и, соответственно, вот эти решения являются ситуативными и, еще раз подчеркиваю, аффективными. Но есть вторая составляющая. Это неплохо, что такие заявления делаются, это неплохо, что эти заявления идут в разрез даже с договоренностями, как я понимаю, с Китайской Народной опять же республикой, потому что мы услышали потом заявление Китая, которое сказало, что категорически нельзя применять ядерное оружие, категорически нельзя передавать ядерное оружие третьим странам, потому что все это нарушает и ядерную глобальную безопасность, и договор о неиспространении и так далее и тому подобное. Но между тем, это неплохо, что вот это делается, потому что для всего мира очевидна неадекватность России. Не в плане вообще поведения, а неадекватность с точки зрения, что договариваться о чем-то с вот этой группой Путина невозможно. Ну то есть ни на каком уровне ты не получишь стабильные договоренности. И каждый раз, когда вытягивается карта нуклеарного оружия, это точно обнуляет собственно возможности выйти в какой-то другой формат, кроме как военного поражения России. Ну и соответственно, безусловно, вот такие заявления Путина и уж тем более действия о передаче ядерного оружия резко сокращают поле для маневра у остатков пророссийского лобби в европейских странах. Ну потому что глупо говорить. Смотрите, давайте все-таки согласимся, ведь они вон угрожают ядерным оружием. Это будет означать, что в принципе тогда сдерживающего фактора для России нет. То есть Россия всегда скажет, если вы нам не позволите, например, подрезать еще кого-то, то мы тогда ядерное оружие переместим там еще куда-то. Ну это же нелепо, правильно? Но знаете, что важно? Я смотрю на ряд западных стран. Вот я как раз хотел у вас спросить, насколько, как вам кажется, они опасаются сценария любого ядерного противостояния, насколько считают его возможным? Мне кажется, что и в западном мире в целом, и, скажем так, глобальных элитов, включая опять же важнейшую страну Китай, ну когда говорим о ядерном оружии, надо не забывать об этом, есть абсолютный консенсус о том, что это невозможный сценарий, и, соответственно, нужно к нему также и относиться. То есть, если, например, в первые полгода, когда эта тема упоминалась, помните, были эти сценарии, что если там что-то про Крым будет говориться, то могут быть нанесены из акватории Чёрного моря какие-то удары и так далее, тогда это воспринималось действительно как возможность эскалации, конкретной, действенной эскалации, то сейчас, мне кажется, что есть консенсусное понимание, что это агонич, ну такая своеобразная агония в исполнении российского политического или политико-военного руководства, не знаю как тут, вряд ли военные, которые адекватны, могут рекомендовать использовать тактическое ядерное оружие. Но, тем не менее, и мне кажется, что к этому относятся гораздо спокойнее сейчас, и тем более, еще раз подчеркиваю, есть неформальный консенсус всех остальных ядерных государств, что позволит России как-то действительно перейти к каким-то действиям, в любом случае, приведет к обрушению фундаментальной ядерной глобальной безопасности. Что, мягко говоря, одно дело, это все-таки конвенциональные войны, даже такого масштаба, а другое дело, это ядерное оружие, применение ядерного оружия, которое абсолютно точно обнулит все договоренности по всему миру и приведет к большому количеству локальных конфликтов. Что касается Запада, много обсуждается в последние дни вот этот вот, значит, якобы слив Пентагона. Честно говоря, не до конца я понимаю, почему он обсуждается, не с точки зрения настоящего он или нет, но я детально посмотрел эти планы, я не очень понимаю, какие секретные данные были, значит, раскрыты. Ну, кроме того, что российские ТГ-каналы принялись фотошопить потери, менять местами потери Украины и России, вот, что достаточно быстро было опровергнуто, и, собственно, там видно, что это просто фотошоп. Но в остальном я не до конца понял, что называется, общего какого-то опломба в этом отношении. Но, тем не менее, насколько, насколько, на ваш взгляд, возможны утечки из западных разведок, насколько это может быть какая-то российская инсинуация, насколько это может быть намеренная дезинформация России. В общем, как вы вообще себе всю эту картину представляете? Вы идеально точно характеризовали эти так называемые документы. Это мониторинговые документы, подавляющая часть которых это открытые источники, которые... Ну, это примерно то, что мы с Русланом Левивым делаем каждый день, просто сформировано в некоторую подшивку и с красивыми картинками, ну, вот как я это вижу. Это выглядит анекдотично немножко, и действительно, вот это такая бурная реакция, но она скорее спекулятивного характера, именно потому, что люди глубоко не погружаются в изучение собственно материала, смотрят заголовки, а в заголовках было это слив информации о возможных вариантах и сценариях контрнаступления Украины. Ну, потом дополнилось еще и оценкой проблематики Ближнего Востока, Китая и так далее. Ну, имеется в виду Тайвань, Китай и тому подобное. Это выглядит именно броска в заголовках, но это абсолютно бессодержательно с внутренней начинкой, если ее анализировать. И было бы хорошо, кстати, чтобы анализировать. С точки зрения возможности утечек, несомненно, всегда есть возможность той или иной утечки и нужно превентивно заниматься тем, чтобы эти утечки предупреждать. Потому что вот этот конкретный кейс с этими заголовками и с тем, как развивалась эта вся информационная истерия вокруг, я понимаю, какие задачи решала только Российская Федерация. Она попыталась показать, что контролирует ситуацию, то есть имеет доступ к определенным оперативным данным, касающихся будущих сценариев наступления. Не важно, что их там не было, но тем не менее. И таким образом внести, на их взгляд, внести некоторую сумятицу в доверительные отношения между нами и партнерами. То есть каждый должен смотреть друг по другу, кто же все-таки эту утечку сценарных планов организовал. Ну то есть второе, внести некоторые панические настроения во внутренние ряды странах. Например, Украина должна сказать, ух ты, Россия контролирует, собственно, информационно контролирует то, что мы тут разрабатываем и, соответственно, будет готово оперативно отреагировать на те или иные действия на линии фронта. Ну то есть, грубо говоря, это должно было бы так насторожить нас, ну то есть, как бы привести к какому-то там сомнению в эффективности последующих действий. И третья составляющая, это наоборот, стимулировать, собственно, опять же, внутреннее пространство. И вот это вот то, что вы говорите от фотошопленной данной о потерях, они должны были бы показать внутреннему населению, я имею в виду российскому населению, показать, что, во-первых, мы контролируем всё, готовы к контрнаступлению, эффективно будем ему противодействовать. Ну и кроме того, посмотрите, насколько неэффективно воюет Украина, насколько эффективно воюем и мы. Поэтому вот эти скрытые первая, вторая, третья, там уже десятая, наверное, волна мобилизации, это всё фейки. На самом деле, у нас там всего 16, по-моему, да, или 17 тысяч потерь и, соответственно, никаких проблем у нас нет. То есть это абсолютно точно информационно-пропагандистская игра российской спецслужбы, опубликована на каких-то пабликах, потом масштабирована в силу того, что сейчас есть определённое информационное затишье по фронту, ну потому что каждый день обсуждается только донецкое направление, только Бахмут, только Авдеевка и так далее. И, соответственно, это какая-то совершенно новая информация и она, конечно, интересно отмодерирована, потому что журналистам, на мой взгляд, скучно и, соответственно, ну неплохо. Но вы знаете, на мой взгляд, это тоже неплохо, то есть это такое противоядие, да, то есть, грубо говоря, гомеопиотическое блюдо, если так можно выразиться. То есть, грубо говоря, это заставляет все спецслужбы, украинские, западные, американские, внимательно посмотреть по сторонам, действительно ли есть кто-то, кто может там обеспечить слив. То есть, грубо говоря, усилить защиту действительно настоящих перспективных планов. И, соответственно, обсудить, опять же, что Россия, не имея инструмента военного, будет увеличивать компонент информационный в своем противодействии тому, что происходит на линии фронта. Ну, соответственно, мне кажется, что это неплохая дискуссия. Посмотреть по сторонам лишний раз это никогда не помешает. Ну, и подводя некоторый итог к нашему разговору, можете отметить, пожалуйста, вещи, которые, вам кажется, идут благоприятно для Украины, ну, в текущем контексте понятно, что война вся неблагоприятна, война это всегда ничего приятного, и какие-то минусы большие, ну, то есть, вот какие есть риски и опасности, давайте как-то с вами попробуем проградировать. На мой взгляд, благоприятно идет изменение глобального политического ландшафта. Я вижу две вещи, которые чрезвычайно важны вот в последние дни. Первое, это очень жесткая позиция Китая. Давайте вспомним, например, заявление Фуцина, представителя Китая в Евросоюзе по поводу того, что не будет никогда признана Китаем территориальная принадлежность Крыма или других оккупированных территорий юридически России, и, соответственно, Китай не поддерживает войну, и вообще вот эти, скажем так, визиты Фон дер Ляйен, Макрона в Китае, они говорят о том, что и последующие, кстати, не комментарии, внятные не комментарии китайской стороной визита в Москву, они говорят о том, что Китай все-таки совершенно не так смотрит на войну, как предполагала Российская Федерация. Это очень важный симптом, и мне кажется, что Китай сейчас демонстрирует желание глубже разобраться в проблематике, все-таки оценить риски, стратегические риски того, что война, например, будет неправильно или правильно финализирована, и занять свое политическое место в глобальной элите другого уровня. И Китай, мне кажется, понимает, вот приехав в Москву, Китай понимает, что Россия не является таким игроком, каким была до, собственно, войны в Украине, имеется в виду с точки зрения глобальных процессов. Это очень важное изменение, оно не быстрое, оно еще не чувствуется так фундаментально. Китай, безусловно, не готов занять, скажем так, ту же позицию, которую занимает проукраинская коалиция, имеется в виду, европейские, американские и так далее. Страны. Второй признак, очень важный, который позитивизирует все, что происходит, это заявление господина Клинтона об ошибочности принятия решения о лишении Украины ядерного оружия, ядерного арсенала в 94-м году. Я понимаю, что мы не заходим в тему возврата ядерного арсенала, безусловно, это только российская пропаганда может говорить, вот они хотят ядерное оружие иметь и так далее. Нет. Это говорит о том, что глобальная политическая элита осознает ошибки, которые привели к подобной глобальной эскалации. Ну, то есть, грубо говоря, неправильная оценка России, неправильная оценка стратегических развитий того или иного исторического процесса, неправильная оценка роли Восточной Европы в целом и Украины в частности и так далее. Все это привело к тому, что больше таких ошибок не будет. До этого были заявления соответствующие госпожи Меркель, господина Оланда по поводу и Минских соглашений и то, что это было неправильно с точки зрения оценки рисков, которые дальше несла Российская Федерация. Это важная трансформация, на мой взгляд, политической элиты глобальной, и она тоже фиксирует главное. Смотрите, вот элиты говорят об ошибках и это избавляет нас от существенного давления типа «все-таки согласитесь что-то России отдать и таким образом закончить войну». То есть вот этого гораздо меньше. Вот этих каких-то нелепых предложений, а давайте вы там сядете за стол переговоров и подпишите мир. Ну то есть, грубо говоря, разменяв мир на отказ от собственного суверенитета, от собственной территории. То есть вот этого всего больше практически нет. И это, безусловно, говорит о том, что есть консолидированная поддержка Украины. Что я в минусы отношу, явные минусы причем, я отношу то, что долгое время неправильное прогнозирование развития событий привело к тому, что европейские страны перестали вкладываться в развитие блока НАТО и военно-промышленные комплексы. Да, мы это достаточно ярко видим при все эти разговоры, что НАТО собиралось напасть на Россию, мы видим, что буквально каждую неделю уже перед передачей танков, например, Украине, они их достают, говорят, блин, мы, оказывается, они не очень готовы, нам нужно еще 2-3 недели, чтобы их отремонтировать и уже послать. Вот это я считаю минусом, потому что это гигантская логистика, логистика военно-промышленного комплекса, логистика поставок, обеспечения, правильного планирования, распределения, кто что делает среди разных стран, то есть кооперация и так далее, вот это еще находится не на должном уровне. Если бы это находилось на должном уровне, я думаю, что с учетом ресурсного истощения России, ну, которая, например, расконсервирует танки там уже категории 54-55-Т, соответственно, это привело бы финализации войны. То есть, грубо говоря, есть позитивизация, ну, то есть признание ошибок, которые ведут к изменению отношения и к России в том числе. То есть все уже не считают, что Россия является ньюсмейкером, определяющим и новостную повестку, и правила поведения и так далее. И в то же время вот не хватает скорости принятия логистических решений и их исполнения. Вот это два таких основных для меня изменения, которые, вернее, фактора, которые очевидны в последние недели особенно. Спасибо большое, что посмотрели и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok